Здравствуйте, меня зовут Дарья, я представляю компанию GFK Ukraine и сегодня я вам представлю результаты исследования онлайн-торговли, отдельные данные из него, как и где интернет-пользователи выбирают и покупают товары. Так, это план нашей презентации. Первый вопрос это сколько регулярных интернет-пользователей в Украине и сколько из них покупает. Вот тренд за последние 6 лет, это данные за 4 квартал. То есть мы видим, что за последние 3 года, с 2010 года по 2013 рост практически в 2 раза. И сколько же интернет-пользователей покупают? Практически 3 миллиона украинцев на 4 квартал 2013 года покупали. Хочу сказать, что это самые, скажем так, самые наши консервативные оценки, самые скромные, самые консервативные. То есть мы думаем, что их больше, чуть больше. Но вот около 3 миллионов сейчас. Это среди всех украинцев возрасте 16+. То есть в принципе детей, школьников мы здесь не учитываем. Так, теперь дальше расскажу, какими же онлайн-площадками пользуются интернет-пользователи и подробнее о том, что это за данные. Это синдицированное исследование, которое мы проводим на регулярной основе среди наших онлайн-панелистов. Онлайн-панель – это участники, зарекрутированные, как правило, оффлайн по всей Украине. Мы им периодически рассылаем опросы, и они отвечают на наши вопросы. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта. То есть это не значит, что мы опросили первых, кто ответил на наши вопросы. Нет. То есть эти данные репрезентативны для всех интернет-пользователей. Когда мы проводили в октябре 2013 года, то есть это не только города-миллионники, то есть когда вы будете видеть какие-то данные, какие-то цифры, то есть сразу думайте о том, что это не только Киев, не только миллионники, это вся Украина, в том числе и города 100 минус, 50 минус. Так. По тем, чем пользуются, какими ресурсами интернет-пользователи. Так. Почти две трети пользовались интернет-аукционными досками объявлений, различными сайтами с объявлений. Это Сланда, Аукра и так далее. То есть как мы видим, интернет-аукционы, сайты с объявлениями, сайты с сравнения цен, в принципе, выросли за год, что мы мерили с 2012 по 2013 год, но при этом скидочные порталы стали чувствовать себя хуже. Бум интереса к покупкам там уже стал потихоньку угасать. Как бы не быстро, но потихоньку. Через социальные сети покупали около 12% интернет-пользователей. Пойдем дальше. Какие товары наиболее активно покупают в сети. Также представлены данные за два года, 13-12 год. В топе бытовая техника, электроника и компьютерная техника. Думаю, никого не удивлю этими данными. На втором месте – одежда. В этом году на третье место подросла, выросла косметика и парфюмерия. В 2012 году там были книги, но книги себя стали чувствовать чуть хуже. Они на шестом месте, вот не видно их сейчас в топе. На четвертое место также выросла всякая мелочь, аксессуары, подарки, то есть всякая ерунда, которую покупают в интернете, какие-то мелкие штуки. На пятом месте стабильно держатся товары для детей. Одежда, обувь, игрушки и так далее. Пойдем дальше. Какие товары не планируют покупать онлайн и почему? То есть это о барьерах. То есть сразу говорю, что это не значит, что если человек не будет покупать товары, он никогда их не будет покупать. Люди в принципе просто декларируют, что они вот сейчас не готовы и они не понимают, как можно покупать те же медицинские препараты или же продукты питания. Вот в этом году мы еще добавили животных, товары для животных. То есть когда мы спрашивали людей, а почему вы не готовы покупать их там в интернете на том же сланду, в принципе, активно продают. Они говорят, да вы что, как это можно покупать животных в интернете? Это же негуманное вообще. Вы мучаете, продавцы мучают животных, продавай их. То есть как-то так. На четвертом месте.